В эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Вы смотрите программу «Город. Новости по-выборгски». С вами Галина Давыдова. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Новые условия, новые возможности. В Ленинградской области планируют построить племенной рыбопитомник. Справедливость восстановлена. В названии станции Лазаревка вернули букву «А». Крошечный самовар, комод и зонтик. Мастерица Светогорска создает необычные миниатюры. Освобождаемся от стресса. Советы, как бороться с тревогой и страхом. Без рыбы не останемся. Предприятия Ленинградской области могут полностью обеспечить свои хозяйства отечественным посадочным материалом. В настоящее время в регионе работают полсотни товарных рыбоводных ферм. О том, как в санкционных условиях развивается аквакультура, расскажем в следующем репортаже. Отечественные рыбоводы продолжают работу в условиях санкций, производя востребованные разновидности аквакультуры. Ленинградская область занимает третье место в России по выращиванию форели. Ее доля в рыбоводстве занимает 98%. А Выборгский район в 2021 году стал флагманом региона в этой сфере. У нас выращивается почти половина производимой в области товарной рыбы. Сейчас в рыбоводческой отрасли обсуждают варианты импортозамещения посадочного материала. Им хозяйство региона обеспечивает, в частности, Федеральный селекционно-генетический центр рыбоводства в Ропше. Производство уникальное. Говорят, что трудятся здесь лучшие рыбные селекционеры. Сейчас Ленинградская область прорабатывает вопрос со строительством питомника племенного, то есть, которому мы передавали бы племенной посадочный материал, а они бы его размножали и создавали бы такое стадо, которое могло бы обеспечить Ленинградской областью 15 миллионами штук икры на стадии Глазка. Именно такая стадия, когда хозяйства, у которых есть свои инкубационные врасные мощности, они такую икру приобретают. Сейчас это делается в основном за рубежом, но, тем не менее, мы можем достаточно быстро провести так называемое импортозамещение и обеспечить своей рыбой. Основная порода здесь – радужная форель. На кадрах – этап подготовки к перевозке молоди заказчику. Это основной производственный участок, на котором разместились молочные стада. Здесь рыба выращивается до полугода, возраст – сигалеток. Далее ее развозят по товарным хозяйствам. Наше предприятие способно произвести на свет от полумиллиона до миллиона хвостов. Мы готовы этот объем поставлять хозяйствам Ленинградской области. Самое главное, чтобы был спрос. А он в последние годы только растет. В случае увеличения потребности страны в товарной рыбе, предприятие способно выращивать еще больше форели. Виктория Иванова, Валентин Денисов, Медиагруппа «Наш город». Более 60 социальных проектов финансово поддержит правительство Ленинградской области. В регионе распределили гранты губернатора. Экспертный совет рассмотрел более 150 инициатив от некоммерческих организаций. Они касались сфер социального обслуживания, поддержки семьи, развития туризма, защиты природы и сохранения исторической памяти. 61 проект был рекомендован для предоставления материальной поддержки. В числе победителей конкурсного отбора – выборские участники. В частности, гранты губернатора получат некоммерческие организации «Добрая лошадка» в Можжевельниково на ипотерапию для детей-инвалидов, гильдии экскурсоводов Выборга на проведение исторического фестиваля «Выборгские маневры» и НКО «Белый шиповник» на развитие парка «Наша Арктика». У тех организаций, которые не попали в число победителей, еще будет возможность выиграть грант-губернатора. В апреле объявят второй тур приема заявок на конкурсный отбор. Железнодорожной станции «Лазаревка» возвращено историческое название. Советом по топонимике проведена большая работа по сбору доказательной базы. Напомним, в конце прошлого года общественность Выборгского района возмутил новый станционный указатель, согласно которому платформа носила название «Лазаревка». Как выяснилось, ошибка – это не просто опечатка. Неправильное наименование станции проникло в документацию и прочно там закрепилось. «Ошибку обнаружили на станции. Когда РЖД предъявили, что это не так, то, соответственно, выяснилось, что в тарифном, в понятии у них есть, это нормативная база тарифного руководства, якобы «Лазаревка». Когда выяснилось, действительно, у них оказалась эта надпись. Как она появилась и когда появилась, неизвестно. Как сообщил Анатолий Смольянинов, после обращения главы района администрации Валерия Савинова к руководству Октябрьской железной дороги о приведении наименования остановочного пункта в соответствие, название на указателях было исправлено на «Лазаревка». Напомним, имя станции было дано в честь героя Великой Отечественной войны Владимира Лазарева, павшего смертью храбрых в 1944 году во время штурма Выборга. Должники получили право сохранять на банковском счете сумму в размере прожиточного минимума. Это стало возможным с февраля 2022 года, сообщают в Выборгском отделе службы судебных приставов. Чтобы воспользоваться этим правом, человеку нужно обратиться с заявлением в подразделение ведомства, где ведется исполнительное производство. В заявлении должник должен указать свои данные – фамилия, имя отчества при его наличии, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющие личность, место жительства или место пребывания, номер контактного телефона, дата и номер исполнительного производства. Также в заявлении нужно указать реквизиты банковского счета, наименование и адрес банка. Отметим, что сохранить денежные средства в размере прожиточного минимума можно только на одном счете. В случае, если величина прожиточного минимума в регионе проживания должника превышает установленный прожиточный минимум трудоспособного населения в целом по России, то гражданину необходимо указать конкретную социально-демографическую группу, к которой она относится – трудоспособное население пенсионера или дети. Если на содержание у должника имеется родственник-инвалид или другие еждивенцы, он вправе обратиться в суд с целью сохранения денежных средств, превышающих установленный по закону прожиточный минимум. Нововведение не распространяется на алименщиков. Также закон не коснется должников по исполнителям производства, о возмещении вреда причиненного здоровью, о возмещении вреда в связи со смертью кормильца, о возмещении ущерба причиненного преступлением. Отметим, что в районы отделения службы судебных приставов уже поступило более 500 таких заявлений. Выборгские мастера хотят объединяться. В нашем городе, возможно, появится союз творческих людей. Об этом говорили в Центре поддержки предпринимательства. Там прошел круглый стол для участников конкурса «Мастера Выборгской губернии». Тему продолжат наши корреспонденты. Получение статуса самозанятого открывает перед мастерами и ремесленниками новые возможности. Одно дело, когда вязание или изготовление расписных пряников – это хобби. И другое дело, когда любимое увлечение начинает приносить доход. В Центре поддержки предпринимательства участникам конкурса «Мастера Выборгской губернии» рассказали, на какие меры поддержки они могут рассчитывать. Все они замечательные люди, прекрасные у них изделия, но один минус – они не знают, что же делать с этим увлечением. Как мы сегодня услышали, все они дарят, оставляют себе на память, складируют. Но никто не подумывал о том, что действительно, что это можно продавать, что на это можно зарабатывать. Сегодня в ходе нашей беседы мы рассказали о тех мерах поддержки, которые наш Центр и областной фонд поддержки может им на этом этапе предложить. Люди оказались явно заинтересованы. Возможность реализовать свои изделия у выборских мастеров появится уже в преддверии Светлого Христового Воскресения. Они смогут поучаствовать в ярмарке в рамках пасхальных гуляний. Авторы наиболее интересных работ получат приглашение на выставку-продажу в рамках театрально-музыкального фестиваля «Дачные сезоны в Мунрепо». Участники «Круглого стола» обсудили также возможности организации демонстрации изделий. Персональные выставки готовы организовывать межпоселенческая библиотека. Во Дворце творчества на Выборгской, 25, есть возможность экспонировать, к примеру, картины. Кроме того, поступило предложение создать в Выборгском районе союз мастеров и ремесленников. Все заинтересованы друг в друге. Все были восхищены работами. Насколько интересные ребята преподносят техники. Есть очень новые, есть забытые, есть уникально миниатюрные. Поэтому знакомство – это всегда очень приятно. И я думаю, что и центры предпринимательства, и библиотеки, и культурные центры нашего города должны поддержать эту инициативу, объединить людей и дать им возможность творить и показывать свои работы. А между тем, конкурс мастера Выборгской губернии продолжается. До 15 апреля еще есть возможность принести на суд жюри свои работы, выполненные в тематике, свойственной началу 20 века. Найти подробную информацию, а также познакомиться с творениями тех, кто уже участвует в конкурсе, можно в группе «Мастера Выборгской губернии». Вероника Когут, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город». Продлите льготы для семей с детьми-инвалидами после их 18-летия. С такой инициативой на федеральный уровень вышел губернатор Ленинградской области. Вопросы социальной поддержки Александр Дрозденко обсудил с уполномоченным по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Она отметила, что в Ленобласти высокий уровень сопровождения семей, в которых есть дети с ограниченными возможностями здоровья. Как подчеркнул глава региона, необходимо дополнительно поддержать тех, кто воспитывает ребенка-инвалида с рождения. После совершеннолетия таких детей перечни льгот и услуг для них меняются. При этом они не могут обойтись без помощи близких. Стороны договорились вместе работать над вопросом закрепления льгот на федеральном и региональном уровнях. В первую очередь речь идет об обеспечении бесплатной реабилитации санаторно-курортными услугами и выплатами. Специалисты Комитета по социальной защите населения Ленобласти ответят на вопросы выборжцев. Мобильная приемная будет работать в Выборгском районе с 7 по 13 апреля. Запланированы выезды в Первомайское, Рощенское и Светогорское поселения. Непосредственно в Выборге приемная будет работать 7 апреля с 11 до 13 часов на Выборгской 30. Там находится филиал областного центра социальной защиты населения. Выборгских подростков ждет трудовое лето. Запись молодежной бригады начнется 18 апреля. Об этом стало известно на совещании, посвященном летней оздоровительной кампании и летнему трудоустройству несовершеннолетних. Напомним, что в трудовые бригады принимаются ребята от 14 до 17 лет включительно. Работа предполагает 4 часа занятости в день. Зарплата состоит из двух частей. Первая – это от работодателя, в нашем случае это дом молодежи. Это будет с вычетом НДФЛ 13 725 рублей 80 копеек. И доплата от центра занятости, как было сказано, 2250 рублей, которые не облагаются налогом. Отдельно отметим, что в этом году у нас один ребенок может только на один месяц записаться. Мы сразу будем вести запись на три месяца, на все лето. И у нас есть приоритетные категории ребят – это состоящие на учете в КДН, под опекой и из детских домов. Отметим, что документы принимаются только лично от работника, родителя или официального представителя. Чтобы не пропустить важную информацию, можно подписаться на группу «Трудовое лето 2022 ВКонтакте». Там выложен план действий для желающих поработать в каникулы. Здесь же в группе 8 апреля в 3 часа дня проведут прямой эфир, во время которого прозвучат ответы на поступившие вопросы. Самовар размером желудь и ковер не больше тетрадного листа. Работы мастера-миниатюриста Татьяны Митиной и Светогорска отличаются удивительной реалистичностью. Крошечные предметы интерьера поражают детальностью проработки. В сказочный мир дома викторианской эпохи окунулась Татьяна Анкудович. Сверлильные, шлифовальные, токарные станки, циркулярная пила и другое оборудование на первый взгляд не предназначено для женских рук. С этим хозяйка мини-мастерской Татьяна Митина может поспорить. Инженер-механик по профессии, она не на шутку увлечена коллекционной миниатюрой. В ее доме есть еще один дом, разглядывать который можно часами. Очень старый дом, который принадлежал какой-то семье, которую мы в принципе не знаем. И по наследству он достался вот такому жителю. Мы его называем механик. Нет у него имени, но тем не менее вот такой вот у нас есть человечек. Он получил его в наследство, получил дом. Сначала он начал, как все говорят, бегом-бегом делать современную мебель, современную обстановку. Но потом понял, что дом теряет какую-то уникальность. И он задумался, а стоит ли все менять в таком стиле. Он стал оставлять. То есть изначально мы оставили старым кухню. Большинство комнат в доме оформлены в викторианском стиле. Есть в нем какой-то особый шарм, считает мастер. Удивительной реалистичности интерьер – результат кропотливой работы. Металл, дерево, стекло. Татьяна умеет работать с любым материалом. Научиться, наверное, всему абсолютно. Потому что, да, металл – это для меня была просто вот какая-то заготовка металлическая. Просто так вот ничего не значащая. Для начала мне муж, значит, подарил токарный станок, потому что я очень сильно его хотела. И научил меня на нем работать. Это было такое вот как бы для меня открытие, что вот из куска металла можно сделать что-то вот такое. Чаще всего Татьяна работает с латунью. Этот сплав пластичнее других и отличается интересным желтым цветом. Он лучше всего вписывается в викторианский интерьер. Еще одним открытием для мастера стало сочетание металла с деревом. Старинные телефонные аппараты и весы с чашами выглядят как настоящие. А межкомнатные двери и створки шкафов висят на настоящих петлях. Те шкафы никто никогда не откроет. Можно было даже дверки делать не открывающиеся. Но нет, я все равно делала петли. Я все равно сделала так, чтобы их можно было открыть, заглянуть, посмотреть. Если вдруг какой-то дотошный так вот смотритель туда посмотрит. Кухня и кладовка заполнены припасами. На столе рыба и овощи. На полках заготовки на зиму. Все банки выполнены из оргстекла. Научилась Татьяна работать и с текстилем. Настоящие, только очень маленькие ковры дополняют интерьеры комнат. Берется такая иголка с отверстием внутри, сквозь иголку продевается ниткой. И вот, как говорится, так вот тыкается рисунок. Этот сам делается. И на лицевой стороне получаются вот такие петельки. Если вы посмотрите, видите. Меня не устроило то, что, во-первых, это не по-настоящему. Ну, нет у нас ковров от таких петельчатых. Соответственно, я, значит, решила попробовать его подстричь. Было сначала очень жалко, потому что я боялась испортить. Вещь уже сделанная, потрачено время. Я подстригла один. Он мне безумно понравился. Есть в этой коллекции и работы других мастеров. У меня, у тюристов, в порядке вещей меняться своими изделиями. Эта акустическая гитара сделана на заказ. Она представляет собой точную копию инструмента, на котором Татьяна играла все свое детство. Одна из последних ее работ – этот старинный фотоаппарат. Задача была правильно сделать вот эту гармошку. Мне хотелось ее сделать не прямую, как вот есть тоже некоторые такие модели, а именно на конус, который идет. Несколько вариантов перепробовала. Ну, и в конце концов, вот у меня получился вот такой. Вот он как бы тоже по максимуму, чтобы вот якобы он рабочий, да, соответственно, он перемещается вот по направляющим. Он может складываться, может раскладываться. На этих вполне рабочих счетах можно провести нехитрые бухгалтерские манипуляции. А эти каминные часы – память о юности. Они сделаны из наручных часов, которые Татьяне подарили на 14-летие. Ставя перед собой задачи, мастер не боится сложностей. Например, в этом старинном микроскопе есть и настоящее зеркало, и прозрачное стекло. Особое место в коллекции занимают самовары. Невероятно детальные. Они включают в себя более 20 отдельных элементов. И вот он у нас разбирается. Если мы сейчас его посмотрим, то он практически как все настоящие самовары состоит, из всех тех частей, которые состоят. Там внутри полость, сюда у нас угли загружаются, здесь вода. Ящики в комодах выдвигаются. Прямо сейчас мастер работает еще над одним предметом мебели. Как водится, делает все максимально реалистично. Такое ящичное соединение называется шип-паз. Для выполнения этого и других сложных элементов миниатюры супруг Татьяны, кстати, тоже инженер-механик, доработал все станки. Больше всего я делал реконструкцию вот в этот, этот сверлильный станок. Здесь пришлось заменить подшипники, потому что очень большой люфт был. Теперь здесь люфт ноль абсолютно. Потом она попросила сделать вот этот упор, чтобы калибровать свои детали. Вот сейчас вот эту штуку заменил фиксатор. Немножко отодвинул двигатель, чтобы не мешало. И теперь это абсолютно рабочая такая, я считаю, профессиональная сверлильная фрезерная станок. Это циркулярная пила. С этой больше всего я возился. Пришлось сделать приспособу для того, чтобы делать шип-паз. Татьяна, она какие-то задания мне дает. И моя задача выполнить. Планов по дальнейшему развитию усадьбы много. В одной из комнат, возможно, появится крошечная мастерская для жильца-особняка. А пока он продолжает обустраивать свой дом. Конечно, не без помощи хозяйки с золотыми руками. Татьяна Анкудович, Александр Сорокин, медиагруппа «Наш город». Эмоциональное состояние многих россиян сегодня оставляет желать лучшего. Окунувшись в мир новостей, трудно не начать тревожиться. Кто-то ссорится с близкими людьми, кого-то накрывает паника. О том, как помочь самому себе пережить стресс, с нашей съемочной группой поделилась психолог Юлия Легкодимова. Жить обычной жизнью сегодня кажется невозможно. Справляться с эмоциями становится все сложнее. Многие принимают близко к сердцу закрыты границы. Кого-то пугает рост цен, кто-то тревожится за будущее детей. Так как же обуздать свой стресс и не дать ему навредить себе? В первую очередь психологи советуют максимально ограничить потребление информации. Ведь тревога и страх не появляются просто так. Наше внимание сейчас – это новая нефть. Наше внимание постоянно кто-то хочет забрать и направить его в какое-то русло, которое не всегда нам нужно. Но мы вправе выбирать свое внимание, не отдавать. И направить его туда, куда нам нужно, где мы можем быть эффективны, где мы можем быть полезны. А полезны мы можем быть в самом ближнем круге. Именно на этом, по мнению лайф-коуча, необходимо сконцентрироваться. То есть перенаправить внимание с мировых новостей на то, что нас окружает. Попросту говоря, на быт. Займитесь домом, убедитесь, что у вас все в порядке, что у вас есть еда. Вы сыты, сыты ваши дети. Вы знаете, где они находятся, где находится ваш супруг, супруга. Вы знаете, что вы будете делать в ближайшие полчаса, в ближайший час, в ближайшие три часа. То есть составить такое некое расписание, чтобы понимать, что здесь и сейчас в моменте со мной все хорошо. Что опасность мне не угрожает, по факту. Еще один важный момент. Необходимо обеспечить себе занятость. Ведь нередко круговорот тревожных мыслей появляется именно от безделья. Не давать, наверное, слишком много свободного времени на то, чтобы рождались какие-то мысли. Они, как правило, рождаются тогда, когда нам больше нечем заниматься. Поэтому, если вы хотели заняться пением, танцами, вышиванием, я не знаю, пройти какие-то курсы, получить новую профессию, вот сейчас, наверное, самое время. Нередко плохое настроение провоцирует возникновение конфликтов и ссор. Психолог утверждает, не стоит спорить и доказывать свою правоту близким людям. Необходимо учиться принимать чужую точку зрения, отличную от собственной. Тогда шансов не испортить отношения с кем-либо остается значительно больше. Когда мы искренне верим во что-то, нам кажется, что это единственная правда. И я повторюсь, карта не равно территория. И здесь очень важно обратить внимание на те ценности, которые для вас существуют в семье. Мы говорим о семье, в дружбе, при общении с друзьями. Все, что мы можем принять, то, что мы не можем изменить. Ну, поменять отношения свои. Один из самых эффективных способов борьбы со стрессом – это спорт. Он как нельзя лучше помогает избавить организм от кортизола – гормона стресса. У нас есть два варианта. Либо кортизол гасит тебя, либо ты гасишь кортизол. Кардио – обязательно, да. Спорт вообще, в принципе, любой. Стресс выходит. Освобождаем тело от стресса. Прогулки, воздух, объятия. После седьмой секунды объятий начинает вырабатываться гормон счастья. Это все действует на нас на физическом уровне. Все эти нехитрые способы помогают справиться со стрессом и плохим настроением. Придерживаясь их, можно постепенно научиться контролировать свой мыслительный процесс и выбирать, о чем и как думать. И недалек тот час, когда привычка мыслить позитивно, сделает жизнь проще и радостнее. Татьяна Анкудович, Александр Сорокин, медиагруппа «Наш город». На этом выпуск завершен. Еще больше интересных новостей вы можете найти на нашем сайте выборг.тв, а также в группах Выборг ТВ в социальных сетях. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!